Я хотела в будущем стать певицей, но это не точно, потому что мне здесь уже нравится. Я хочу как-то свою карьеру певицы связать с журналистикой. Пятиклассница Настя уже давно поняла ее будущее в творческой профессии, поэтому новость о том, что она увидит изнанку телевидения, девочку, конечно, взволновала. Сегодня Настя в настоящей студии и в роли настоящей ведущей. Заветная фраза «Стоп, снято!» вызвала восторг у школьников. Не каждый день присутствуешь при создании новостей. Первый возможный туристический маршрут по будущему национальному парку в Тагуле представили власти Алтайского края. Сотрудники телекомпании поделились секретами, как из отдельных кадров получается целый сюжет, как ведущие запоминают огромные тексты, да и запоминают ли, какую одежду носят дикторы. Открытий было множество, даже для родителей пятиклашек. Сын попробовал себя в роли ведущего. Я просто в восторге сама, потому что мне понравилось, как это. Он как держался. Ну, не знаю, свяжем ли мы жизнь с журналистикой, но для общего кругозора мне очень-очень понравилось. А это редакция «Комсомольской правды» – кузница горячих новостей. У них ставится буква «Е». «Комсомольской правды» можно писать как «Е». Без русского языка в журналистике никуда, делится редактор Ольга Ведерникова. Выглядит все просто – обычные столы и компьютеры. На самом же деле работа кипит круглосуточно. Журналистам нужно быстро подготовить материал, сначала разместить его на сайте, затем в газете, чтобы читатели «Комсомолки» узнали первыми о важном. Распустились искры с белой бахромой. В одном здании ребята увидели кухню сразу нескольких редакций. Сибирская медиагруппа – это несколько газет «Комсомолка» на Алтае, «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», «Журнал «Автограф», «Радио», «КП», «Сайты Политсибру» и «Толк», «Телевидение» и «Новостной канал». Возможно, не все встанут на поджурналистике, как это уже решила сделать Настя, но для школьников это бесценный опыт и, безусловно, вдохновение. Татьяна Голубева, Антон Васильев, Андрей Печоркин. День с толком.